Новокубанский район Новокубанский район Новокубанский район В администрацию мы обращались в правоохранительные органы, чтобы помогли нам посодействовать. Мы получили письмо, что из-за корпоративных споров между учредителями все операции по счетам у предприятия приостановлены, счета арестованы. Из-за этого Кубань Агротехнология не может платить налоги. В итоге местным властям приходится экономить на всем, где можно и невозможно. Растет долг по зарплате бюджетникам. Дороги, школа, медпункты и другие социальные объекты не мечтают ни о ремонте, ни даже о должном содержании. На уличном освещении тоже экономят. Свет только по праздникам. И то за счет местных фермеров. Сейчас на данный момент Кубань Агротехнология спорту внимания вообще никакого не уделяет. Спорт для них это вообще отброшенный ломать. Несколько раз я приходил к руководству Кубань Агротехнологии попросить автобус для того, чтобы выехать на соревнования. Они говорили, что пожалуйста автобус дадим, но за свою заправку. Все знают, что автобус забрать сейчас недешево и при моей зарплате 6,5 тысяч. И так как они не платят налоги, мы не получаем зарплаты вообще, мы не можем брать у них этот автобус. Некогда Ляпино действительно было богатым, развивающимся селом. Земли вокруг поселка почти как золотая жила. Урожай здесь можно было собирать, как рассказывают фермеры, по 50-60 центнеров зерна с гектара. Так и делали в бывшем совхозе, а после в СПК Заречное. Были здесь и свои фермы, и перерабатывающая цеха. Работал в Заречном чуть ли не весь поселок, но на лакомые земли позарились чужаки. И вскоре процветающий сельскохозяйственный кооператив, одно из самых богатых хозяйств в Новокубанском районе, перестало существовать. Сейчас мы едем на встречу с бывшей главой Ляпина, которая была непосредственным свидетелем захвата ляпинских земель. Ну, когда у нас был кооператив Заречный, в принципе, это бывший наш совхоз, кооперативно решали все вопросы сообщать. У нас не было проблем социальных, все, что необходимо надо было, пошел, решил вопрос. Сейчас, сейчас, бесполезно туда ходить. Первым делом спрашивают, где твоя земля, а потом уже только, значит, думает там. И что у нас только сейчас при современном? Ну, бесплатно похоронить могут. Почему кооператив Заречный перестал существовать? Дело в том, что, в общем, как нам потом уже объяснили, значит, договорились к бывшим главой района Семеновым, вот эти товарищи из бандитов, которые, значит, им нужна была земля. У нас очень много земли было. Поселение самое маленькое по населению, а земли было и есть, 16 тысяч гектаров земли. И, значит, предложили раздербанить наш совхоз на то, чтобы растащить землю. Плюс еще у нас почти 2 тысячи гектаров земли, как потом уже, будучи главой поселения, выяснили, 2 тысячи гектаров земли вообще были неоприходованы, нигде не это, в которых ходили и невостребованные земли, и просто гуляющие земли. То есть с этой земли стригли деньги и стригут до сих пор деньги, а в поселении ничего не остается, и тем более людям. И вот, значит, собрали собрание. Ну, они там, нас это, ну, весь народ встал на то, чтобы не соединяться с Кубань Агротехнологией. Мы собрали собрание под роспись каждого, 305 членов пришли на собрание. Проголосовали за воссоединение всего 87 человек. В протоколе написано, что вообще пришли 104 человека, 106 или, сейчас скажу, 104, 108, 109 человек, 104 якобы проголосовали за, и это. То есть у нас просто вот получился как рейдерский захват. Блодородных земель в Ляпино много, и большая их часть принадлежит самим жителям. В виде паёв около 5 гектар каждый. Руководство нового предприятия заключило с пайщиками договоры аренды этих земель, наобещав и хорошие заработки, и все социальные блага для поселения. На деле ООО МТС Кубань Агротехнология пустила под нож весь скот, закрыла и разрушила фермы, и из рабочего коллектива осталось меньше 10%. Они сейчас стараются как можно больше урвать с этой земли. Как можно больше. Это не хозяева пришли, это пришли временщики урвать свой кусок жарный. А людям платят. Я вчера спрашивала, сколько у тебя зарплата, работает, которая еще в Агротехнологии? 5 тысяч. Я говорю, и вы за эти деньги? 5 тысяч в месяц? В месяц 5 тысяч. А это вот, которые работают у нас, типа, как... Сельхоз рабочие, которые потом эти... Сельхоз рабочие. На таку, которые работают. То есть вот те, которые обрабатывают зерно, которое получают... Которые непосредственно физический труд, да? Тяжелый физический труд. Да, которые участвуют непосредственно в выращивании вот этого урожая вообще. Я вообще не знаю. Когда появились новые хозяева Агротехнологии, все повернулось наоборот. Значит, то, что ремонтировалось, все начали сначала вывозить скот. Сначала браковали, находили какие-то болезни выдуманные. Все было согласовано. У нас был главой района Семенов. По всей вероятности было согласовано с ним. Потому что быстро пригнали команды, скотовозы, загрузили скот и увезли. Без документов, без ничего абсолютно. Мы потом только вслед узнавали, что увозили. Оставили немного поголовья. Было здесь 800. Сначала 1200. Потом 800 осталось. Потом после этого 400. И потом 200. Вот они постепенно партиями вывозили. И после этого, вроде бы, реконструкция будет коровников этих. И будут завозить породу, значит, из-за рубежа. Ну, в общем, итоге получилось так, что коров наших вывезли. Побили. Всех из стельных. Всех били подряд. Корпуса начали разбирать. В данный момент все новые корпуса начали продавать. Куда девается все, все это мы не знаем. Потому что приезжают организованно, привыкли, гоняют сюда технику. Все. И оперативно сразу же это разбирается. И увозится. Здесь был, так сказать, бывший сад-огород. Здесь выращивали овощи. Здесь сад был шикарный. Где заготавливали, ну, и для общественного питания, для столовой, склад специальный. Где заготавливали люди. Не секрет, что люди отсюда питались. Ну, и когда заречный был, все это процветало дело. А сейчас при Кубантехнологии вы сами видите результат. Здесь кустарник, и скоро будут волки выйти. А что за деревья-то? Ну, здесь были орехи, сливы, яблони. Все. Фруктовый сад. Хороший фруктовый сад был. Вот результат вы видите на лицо. Это звенья одной цепи. Это ферма, это СТФ, и это сад. Все уничтожено. Ну, так, я считаю, хороший хозяин не должен поступать. Сейчас как раз будет сход жителей Ляпина. Мы едем туда. Люди негодуют, и, нужно сказать, настроены на настоящую борьбу за свои земли. Многие отчаялись смотреть, как их село увядает и погибает. Как они говорят, не раз они писали обращение к главе района и губернатору. Но власти словно не хотят слышать просьб ляпинцев о помощи. В расторжении договор с несостоятельным арендатором Кубань Агротехнологии. Я обратилась к главе муниципального районного Архипову. Вызвали мы сюда. Было у нас в клубе прием. Я задаю вопрос Архипову. Ну, помогите нам, чтобы выполнялись условия договора. Нас все устраивает как бы. Только условия договора частично выполняются. Он мне говорит, сейчас набирает телефон, номер телефона этого у нас был, Мешков. Звонит, что он ему сказал. То ли послал, то ли пообещал, то ли я не знаю, не могу утверждать, что там было. Но после этого он мне сказал, я вам помогать не буду. Мы опять к этому же Архипову. Ну, помогите нам. Ну что, он начал там нам обещать, боже мой. И мы там будем молоко принимать. На стадионе стоит вагончик, будут молоко принимать. На, мол, блоки будет, мол, завод свой. Будем молоко перерабатывать, масло получать. На Камышевахе будет ферма. Ну, короче, лапши на уши нам навешал. Мы поверили. Еще раз. Ну и что, ничего. Ни молоко не принимают. Ферму эту разгромили, разбазарили. Вообще уже и эти клюшки все поувозили. На Камышевахе ничего нет. Вместо того, чтобы начать расследование в отношении Кубани агротехнологии, которая за несколько лет развалила крепкое хозяйство, власти района приводят на земли Ляпина якобы нового инвестора, ООН-аватор из соседнего района. Договоры об аренде земли без всякого согласия пайщиков продляются и передаются преемнику Кубани агротехнологии. И новый хозяин уже ждет прибыль от урожая. Так как Кубани агротехнологии находятся в процедуре банкротства, выплачивать зарплату и налоги по данному предприятию было невозможно. Поэтому с 1 января мы предложили всем работникам перевестись в ООН-аватор. И сегодня все работники Кубани агротехнологии, я не знаю отказавшихся, кто отказался, все написали заявление. Сегодня уже четвертый месяц, третий месяц получают зарплату в ООН-аватор. Все условия, которые были по Кубани агротехнологии, мы сохранили. Кубани, естественно, для нас это вопрос, в принципе, даже не обсуждаемый. Все условия, которые были по выплатам, по социальной поддержке, стороны хозяйства, они сохранятся. 5 тонн заверна, как оно было, выплаты на куроклату Кубани, она сохраняется. Давайте нам общее собрание, а потом мы будем решать, что нам делать с землей. У нас последний кусок, понимаете, последний надежда на детей, на все остальное. И то вы хотите отобрать. А если бы эти были добропорядочными людьми, они бы пришли, только пришли, они бы повстречались с нами, определились, сделали дополнительное соглашение, только потом бы начали сеять и пахать. Договор закончился, землей продолжают пользоваться, но с земли пайщики хоть один пусть скажет, хоть кто-нибудь получил что-нибудь, хоть копейку. Нет. Нет. Что касается вопроса по оплате за последние, за пользование данной землей за последние 3 года, вопрос будет предъявлено за завершение процедуры, что будет с вами на технике, но в судебном порядке, который наши юристы сегодня этим вопросом занимают. Всем не удало государство. Почему я не могу ей распоряжаться? Почему? Я же ей не пашу, я отдаю ее фермеру или кому-то другому. Кому я хочу, домой я отдам. Да почему же так у нас творится? Один Семенов продал наш толкот, уничтожил. И вы хотите это сделать? Почему вы не даете нашим инвесторам, они с вами сами к вам приходят, просят, дайте нам землю, и мы поднимем этот хутор с колен. Почему вы привлекаете своих инвесторов, а не даете нашим инвесторам, местным жителям, поднимать наше поселение? Я сюда их не привлекал. Они нашли между собой общий язык. Они нашли. Я их не привлекал сюда. Заходит новый инвестор, новатор, и он берет на себя обязательство заплатить те долги, которые возникли перед Кубаней агротехнологией. Заплатит новатор. Но на сегодняшний день пока от новатора поступило всего лишь 119 тысяч рублей. Расторгнуть договор с ОМТС агротехнология возможно. Но для этого пайщикам нужно собрать официальный сход и написать всем участникам коллективного договора заявление. Провести этот сход пайщикам запрещают через суд. Мне пришла бабушка и говорит, что мне надо явиться в суд. Я узнал, что к чему. Оказывается, они в свое время землю отдавали в аренду Кубаней агротехнологии. Ну, естественно, бабушке уже 80 лет, вторая там еще, Березунская, ей где-то за 60 лет тоже. И они подписали доверенность. А, оказывается, ниже было с правом передоверить, то есть и продать. Таким образом, бабушек как бы, и они воспользовались. Бабушке не то, что писать, они уже расписаться толком не могут, не то, что там в суд обращаться. И они как бы от их имени написали вот этот отзыв в суд, обратились в суд, чтобы запретить доверенность. И решением суда в один день было все это сделано. И уже к вечеру сюда нам в поселение, в пристав, привез определение суда о запрете проводить собрание. В результате афера вы можете лишиться вообще паев на землю? Ну, по-видимому, да. Ну, как они могли пролонгировать, без меня меня женили, пролонгировать, без меня договор. Да, там есть постановление такое, указ такой, что они без меня могут. Но, опять-таки, они должны, прежде чем это сделать, они должны были собрание собрать. Понимаете, когда передавались в этот новатор, когда они там решали, какую-то аферу замышляли, они должны были прежде всего отпайщиков же своих и свести. Они-то у нас арендуют эту землю, правильно или нет? Я, например, думаю и так. Договор, там у нас в договоре написано, что невыполнение какого-то пункта в договоре, мы имеем право расторгнуть договор. Расторгнуть в одностороннем порядке, да? Они нет. У нас даже, мы дождались 18 декабря, должен, закончился договор. Они и этого не сделали. Понимаете, договор закончился, они сами пролонгировали этот договор и все. Очень многие из владельцев земельных паев в поселке Ляпино против передачи своих паев в чужие руки. Они уверены, что история повторится, и его новатор также будет получать прибыль, а не заниматься развитием села. Также есть другая альтернатива, передать землю местным фермерам, которые живут в поселке Ляпино. И они не только будут исправно платить налоги, по-хозяйски относиться к земле, но также с каждого гектара вкладывать в развитие поселка родного Ляпино денежные средства. Готовы вы передать свои земельные паи, свои наделы какому-то другому фермеру или предприятию? Ну, естественно, я этим вопросом и занимался, обратился к ним, к одному, ко второму. Пришел к директору, он говорит, иди к юристу, юрист выдаст вам копию свидетельства на землю. Это требуется для того, чтобы передать земельный пай фермеру. Пришел к юристу, юрист говорит, я не дам, потому что у меня его нет, он там у человека, который занимается непосредственно этими делами. Я говорю, слушай, ну я имею право это все забрать, он говорит, ты зачем будешь бурю в стакане? Ну, то есть я это дело понял так, что пугают чем-то или что. Я говорю, какую бурю я могу разбудить в стакане, если это мое право. Есть местные фермеры, которые готовы здесь обрабатывать? Естественно, конечно, конечно есть. Ну что, развиваться надо дальше, и посильнее развиваться, вот данный вопрос отвечаю. Развиваться. Но надо как, трудиться, работать. Есть ли у вас возможность обрабатывать больше гектар земли? Есть ли для этого техника? Пожалуйста, и техники обработать. Без проблем. Хоть 500, хоть 600 гектар за тысячу. Ну вот сейчас местные жители, пайщики, ратуют о том, чтобы передать земли Кубань Агротехнологии коммунити с фермером. С большим удовольствием. Вы могли бы взять на себя ответственность? В любой ситуации, в любом договоре. Как вот я работал раньше в совхозе, это было до 90-го года. Я с 90-го года работаю фермером, немало уже лет. Понимаете? И до 90-го года у нас, как я помню, было, если я не ошибаюсь, 13 тысяч голов крупно-рогатого скота. Все было у нас свое, понимаете? А это сейчас все ушло прахом, все, что куда, никто ничего не знает. Я могу сказать так. Вот приедет барин, барин нас рассудит, да? А барин к Питеру дернул, да? Так и это, понаживутся, дернут в Питер. А что здесь останется? А? Вы не поняли. А что здесь останется? А куда мои внуки пойдут? Куда мои дети пойдут? Куда? В Питер, следом за барином, что ли? А их там кто ждет? Кроме меня, кто их ждет? Действительно, из Ляпина молодежь бежит в поисках заработков. И это не просто общая тенденция. Миграция сельского населения в города. Это единственный вариант выжить и прокормить свои семьи. А ведь могли бы работать и у себя на земле. Вот если вот эту землю, которая у нас в данный момент есть, отдать не вот этим, куда они отдали в советскую, а отдать нашим фермерам, то наши фермеры предоставят нам место работы. И у нас тогда будет и деньги, не то что здесь платят 5 тысяч, а там где-то до 15 доходит. И вот только единственное наше спасение, если землю отдадут, землю нашим фермерам, тогда будет у людей выход. Выход тому же в том, что у них будет и заработная плата, но и они будут дома. А сейчас, в данный момент, вся молодежь ездит, ищет работу. Она и в Москву, и в Питер, и да куда только они ездят. По всей России ищут там, где платят. А как закон у нас везде обманывают. И в общем итоге они приезжают, и начинается из-за этого, и молодежь спивается. Начинают, вон, поляны, конопли растут, ее никто не уничтожает. В данный момент агротехнологию нашу это не волнует совершенно. И вот так вот и живем. Идет явный геноцид народа. Выезжать приходится с тяжелым сердцем. Если ситуация не изменится кардинально, и жители не станут решать свою судьбу сами, то поселок медленно вымрет. И такая ситуация сложилась не только в Ляпино, но и по всей Кубани, по всей стране. Народу становится страшно жить. И если местное самоуправление это основа государственности, и местное самоуправление становится банкротом, то, соответственно, и государство становится банкротом. Но уезжаем и надеемся на здравый смысл, и то, что справедливость восторжествует над жаждой наживы и предательства. В честь имею Алексей Дымовский. 3 месяца все эти земли заплатить за каждый сантиметр.